Всем привет, я Таня и это Техновости. Пока спят дети и впечатлительные родители, пока Sony и Microsoft не торопятся вывести на рынок видеоприставки нового поколения, пока большие корабли бороздят космос, компания Valve приступила к созданию собственной консоли Steambox, гибрида приставки и персонального ПК. Об этом сообщил источник из Valve. Несколько недель назад глава компании Гейб Ньюэлл заявил в одном из интервью, если нам придется сооружить собственную платформу для игр, мы не задумываясь это сделаем. Но тогда этим словам никто не придал значения. Новинка представляет собой высокотехнологичный ящик, способный воспроизводить компьютерные игры посредством Steam. Будем ждать более подробной информации. В сети появились первые Full HD видеоролики, снятые зеркалкой Canon EOS 5D Mark III, официальный релиз которой состоялся 2 марта. Качество просто отменное. Но не будем забывать, что подобный фильм снят не только камеры за 3500 долларов США, но и с помощью всевозможных объективов и обвесов, стоимостью в разы превышающей цену самой камеры. В новом фотоаппарате новый процессор, новая матрица и новые алгоритмы. Отметим выбор внутрикадровой и межкадровой компрессии, лучше чем у Mark II. В видеорежиме можно контролировать уровень звукозаписи через наушники и индикацию на экране с возможностью регулирования во время видеозаписи. Также, снимая видео, можно использовать весь диапазон ISO 100, ISO 12800. А также, расширенный режим до ISO 25600. Качество видео улучшено за счет снижения муара. Есть встроенный тайм-код. Снимать можно по полчаса. Самое главное, нанимая дорогую студию прекрасных моделей, теперь можно не бояться, что вложенные тысячи сгорят из-за выхода карты памяти из строя. Есть возможность снимать сразу на SD и компакт флэш. Вероятность, что обе карты одновременно пригажут долго жить, минимальная. Предлагая новую зеркалку, Canon представили и обвес. Это первая в истории кампания вспышка с радиоуправлением Speedlight 600 EX-RT. Также свет увидели батарейная ручка BGE11 с проводной передатчик файлов WFTE7, GPS-приемник GPE2. Многие, кстати, жаловались на отсутствие вспышки и GPS у Mark III. Нате, получите! А мы, пожалуй, проводим Mobile World Congress 2012 нетбуком-трансформером от фирмы Noveros Olana. Сенсорный 9,7-дюймовый экран поддерживает разрешение 1024 на 768 точек. Поворачивается вокруг горизонтальной оси на 180 градусов, что позволяет превратить нетбук в планшет. Рамка экрана выполнена из магния, поэтому она обеспечивает высокую прочность. Появление ожидается в июне по цене 700 долларов США. А вот всего за 300 долларов США и уже 10 марта можно будет купить нетбук Asus E PC Flare 1025C. В начинке 1,6 ГГц процессор Atom N2600, 1 ГБ оперативки и винчестер на 320 ГБ. Вы заметили, как подешевели винчестеры? Модель емкостью в 2 ТБ уже можно купить за 3400 рублей, хотя еще месяц назад она стоила 6000. Связано это со снижением сезонного спроса. Фабрики по производству жестких дисков восстановятся только к осени. А вот оперативная память может летом подорожать из-за банкротства Эльпида. Японский производитель, занимавший третье место в мире по объему поставок DRAM, сошел с дистанции. Выиграют оставшиеся участники рынка. Сокращение объема поставок уже во втором полугодии приведет к заметному росту цен на память DRAM и увеличению дохода компаний, выпускающих эту продукцию. В общем, закупаемся памятью. В России без революции, хотя в игре Tom Clancy's Ghost Recon, Future Soldier, некая группировка сверкла законного президента. На улицах Москвы творится полный хаос. В составе четверки призраков нам предстоит попытаться восстановить конституционный порядок в стране. Консольный релиз игры от Ubisoft состоится в мае этого года. ПК-версия выйдет позже. В игре будет 4 класса. Командо, Инжиния, Снайпер и Рикон. Грамотное взаимодействие между которыми и обеспечить необходимый результат. Обещан также кооперативный режим для четверых игроков. Мультиплеер будет рассчитан на 8 игроков в каждой команде. Будет множество различных видов оружия, как реально существующего, так и экспериментального. Боевые вспомогательные роботы и специальные гаджеты. А на сегодня это все. Наш спонсор – компания Сапфир. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...